Своё выступление глава региона начал с расставления приоритетов. Первым делом необходимо усилить Ульяновскую область федеральными ресурсами и установить социальную справедливость. Кроме того, Алексей Русских заявил о необходимости выбора единой общей линии развития, во главе которой должны стоять интересы народа. На достижение этой цели будут брошены общие усилия правительства и депутатов, что в дальнейшем приведёт к повышению уровня жизни, преодолению порога бедности. Я считаю, что сейчас региональная власть должна решать проблемы бедности, создавать все условия, чтобы люди не выживали, а жили, получали достойную заработную плату, имели возможность растить детей, обеспечивать их развитие, получать качественную медицинскую помощь, обогащаться культурно. Алексей Русских отказался от критики существующей модели правления, сделав акцент на том, что область должна достигать новых высот, а не топтаться на месте. С его слов, для этого у региона есть огромный потенциал. Необходимо лишь научиться работать вместе. Прозвучала в этом докладе очень важная мысль – это консолидация всех фракций, всех партий, общественных объединений, движений, то есть всего общества, всех граждан Ульяновской области на достижение этих целей. За минувший месяц удалось заручиться федеральной поддержкой в реализации ведущих проектов. В том числе переселение граждан из аварийного жилья раньше установленного срока, строительство нового водовода, устранение многолетней проблемы с оползнями. Алексей Русских подчеркнул – останавливаться пока рано. Впереди строительство школ, ФАПов и учреждений здравоохранения. Все я услышал в этом докладе. То есть и водоотведение, и водоснабжение, и качество воды, и газификация, и благоустройство, и многие другие вопросы. Все эти вопросы были озвучены. И самое главное, по ним сказали те слова, что это будет на развитие, на улучшение, на решение проблемы, что мы, я не сомневаюсь, увидим в бюджете 2022 года. К слову, бюджету глава региона уделил особое внимание. Была обозначена задача на ближайшие три года – выйти на 100 миллиардов областного бюджета, тем самым обеспечив финансовую и экономическую самостоятельность региона. Тот документ, с которым мы сегодня выходим, практически все проблемы горячие, в нем учтены. Это и дополнительные средства на социальную защиту, которые были недозаложены в бюджете 2021 года, это и решение проблемы с водоснабжением, и это денежные средства на строительство новой школы в Старой Майи. Не осталось без внимания многолетняя проблема качества дорожного полотна. Алексей Русских отметил необходимость нарастить темп ремонта дорог, а также начать строительство новых. На текущий год запланировано реконструировать 10 километров покрытия. На эти цели дополнительно выделено 700 миллионов рублей. Подводя итог отчета главы региона, можно отметить главное – взят курс на развитие Ульяновской области, в том числе финансовой сферы. Как отметил Алексей Русских, это поможет сделать регион независимым. Кроме того, программа будет строиться на мнении самих жителей. Как отметил губернатор, именно от их благополучия зависит успех всей Ульяновской области. Отчет главы региона положительно восприняли и в Общественной палате России, отметив структуру. Сейчас ресурсы направлены на решение многолетних проблем, а не на их приумножение. Все уже знают, наверное, в регионе ситуацию с ремонтом мемориального центра Ленина, с ситуацией с отходами алкогольного производства в Маловке. Я думаю, что новый временно исполняющий обязанности губернатор, он как раз проявляет такое вот желание, настойчивость, рвение для того, чтобы такого рода конкретные проблемные точки находить и изменять в них ситуацию к лучшему. Депутаты законодательного собрания отчет Алексея Русских приняли, согласившись с позицией главы региона. Александра Никитина, Ирина Антонова, Герман Баранов и Александр Кудряшов. Управда ТВ.